Едва-едва создан в Казахстане единый накопительный пенсионный фонд на базе ГНПФ сразу же стал объектом экспертной критики. Согласно постановлению правительства, в него войдут 11 частных НПФ. По словам главы пресс-службы ГНПФ Марина Акмаева, слияние подразумевает специальный график и займет пару месяцев. Сейчас проводится активная работа по подготовке передачи пенсионных активов из частных пенсионных фондов в единый накопительный пенсионный фонд. Сейчас пока ГНПФ как юридическое лицо продолжает свою деятельность и с момента перерегистрации он уже будет действовать в новом качестве, в рамках новых целей и задач, как единый накопительный пенсионный фонд. Финансист Дельнар Инсенова, как всякий рядовой вкладчик, беспокоится за свою будущую пенсию. Играть в азартные игры с коррумпированным государством обычно себе в убыток. Ей, как и многим сегодня, непонятны правила игры на пенсионном рынке. Произошел второй этап Кидалова, как наших родителей, когда-то по сберкнижкам, когда была сберегательная касса СССР, когда у всех эти деньги превратились в мыльный пузырь. То же самое, наши деньги перейдут кому-то и превратятся в мыльный пузырь. Ну, я так считаю. Потому что это все вилами по воде. Куда эти деньги, что с этими деньгами будет и как их можно будет контролировать, это неизвестно. Реформа правительства не по нраву не только вкладчикам, но и системообразующим банкам Казахстана. Поскольку ЕНПФ – не коммерческая организация. Финансовые воротилы говорят, акционеры не смогут получить дивиденды. Банк располагает и ориентируется только на постановление номер 747 31 июля 2013 года, в котором нет опции, что в оплату Народному банку, Казкомерцбанку или БТА банку могут пойти акции ЕНПФ. Более того, такая опция прямо противоречила бы новому закону о пенсионном обеспечении. В соответствии с этим законом, единственным акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан. Активы ЕНПФ пополнят более 20 миллиардов долларов пенсионных денег. Это новая кормушка для чиновников, убежден руководитель Совета Ассоциации пенсионных фондов Айдар Алибаев. Сама вот такая вот приватизация или национализация частной пенсионной системы – это не очень красит наше государство, которое позиционирует себя как государство с рыночной экономикой. Понимаете, это авторитарные действия, административный ресурс включается. Власть не обращает внимания на то, что люди этого не хотят, что это не хочет бизнес, что этого не хотят частные пенсионные фонды, что этого не хотят акционеры частных пенсионных фондов. И в этом смысле, конечно, это очень отрицательный посыл с точки зрения и привлечения инвестиций. Заявления и аргументы инициаторов нынешней пенсионной реформы идут вразрез с их прежними постулатами о том, что самый плохой менеджер – это и есть государство. Тем не менее, к концу года вопрос «Единый пенсионный фонд» выкупит акции всех пенсионных фондов Казахстана. Правительство намерено выкупать фонды бюджетными деньгами и далеко не самыми ликвидными акциями Каскома и БТА-банка, что тоже не вызывает энтузиазма на рынке частных пенсионных фондов.